Я перестал удивляться предвзятости и зашеленности многих публикаций о нашей стране. Ну вот тут натолкнулся на материал в эстонской газете Постимеэс о русском языке. Эстония уже теперь запад, да, на западе не бывает. Публикация в переводе с сайта я на СМИ и был просто обескуражен, обескуражен, простите, накалом ненависти к России, которая якобы хочет опять стать империей. Собственно, публикация так и называется. Может ли русский язык быть не имперским? Пишет некий Вадим Штепа, хотя, возможно, это и псевдоним. Итак, читаем. Профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов назвал клаачным язык, доминирующий в российском общественном пространстве, и клаака взорвалась. Это лично нас доказало, что профессор был прав. Сегодняшний русский язык, внедряемый официозом и пропагандой, то есть не засилим англицизмом и прочей ерундой, а вот официозом и пропагандой действительно ужасен, поскольку от естественного, живого языка, свойственного нормальной стране, нормальной стране, он отклонился очень далеко. Например, вы знаете, что сегодня в России нет никаких городов и сел? Я, кстати, не знал. А в Эстонии, видимо, знают. Их заменил бюрократический сленг. Теперь они называются муниципальными образованиями и сельскими поселениями. Глупость несусветная. Дальше. Конечно, язык отражает свою эпоху, и поэтому сегодняшний русский язык – это язык не Пушкина и Достоевского, но истеричных ток-шоу. И эта чиновничья пропагандистская деформация языка пытается выдать себя за русский язык в целом. Президент Путин ругает пещерных русофобов, но фактически сам загоняет русское мышление и язык в старую имперскую пещеру, из которой 30 лет назад, казалось бы, выбрались. А теперь снова все вокруг враги, ну и стонет нас лучше, друг, это мы знаем, самый лучший. Вот теперь землю у нас вот недавно потребовала. Кстати, пишет автор, пропагандистское словечко «русофоб» чаще всего не имеет никакого отношения к реальной враждебности к русским. Человек может любить русскую культуру и язык, но если он критически относится к кремлевской политике, его называют русофобом. Так что это просто современная замена старого пропагандистского термина «антисоветчик». Ну, вроде бы автор такую прокладочку проложил, да? Типа, мол, я не против русского языка и русских, и России, я против режима. Но дальше все равно вылезают старые, облезлые уши ненависти к самой России. Из животного страха перед ней до поноса. Ну, словесного, конечно. Дальше читаем. Да, исторический русский язык был языком империи. Возможно ли нормализация русского языка, выход его из этой клоаки? Многие надеются, что это произойдет со сменой власти в московском Кремле. Кстати, почему название этого архитектурного сооружения надо писать с большой буквы, возмышается автор штепа. Но я, то бишь автор, как регионалист, полагаю, что полноценная деимпериализация... Господи, ну и звук словат. Деимпериализация русского языка произойдет лишь тогда, когда он обретет множество своих локальных версий, не скованных каким-то единым имперским нормативом. Пойди пойми, что имеется в виду. С охлаждением российско-украинских отношений в официальном русском языке утвердилось однозначное написание «на Украине». Приставка «на» подчеркивает сниженное отношение к стране, неполное признание ее государственного статуса, а также является элементом клоачного имперского языка. Слушайте, по-моему, на Украине говорили во все времена. И в СССР, и в самой Украине. Да и сейчас многие там так говорят. Ну, что несет этот человек? Боже мой. Заканчиваю. Жаль, что о многих языках, пишут он, в том числе в эстонском, не существует разницы между русский и российский. Но, возможно, в ходе региональной дифференциации, елки-палки, русского языка это различие появится и утвердится. Почему его нормы, в кавычках, должны разрабатываться только в Москве? И вообще, надо строить эстонский русский язык на основе не московских правил, но напротив именно местных норм, говоров и диалектов. И если это произойдет, то, и тут такая надежда в голосе у автора Штепе, то уже следующее поколение эстонских русских будет мыслить примерно так. Что такое дума? Это Риги Когу Россия. Риги Когу это парламент эстонский. И написал его автор с большой буквы. Не дождетесь, ребята, Кремль во всем мире писали и будут писать с большой буквы, потому что это Кремль. А уж такое Риги Когу, уверен, даже в соседних с Эстонией, Латвии и Литвой почти никто не знает. Так что злобствуйте дальше. Но ни Россию, ни русский язык, ни русскую душу, тем более, вам не переделать. Мое внимание привлекла обширная аналитическая статья во французской газете «Фигаро», которую написала Элен Карер-Данкос. Она постоянно секретарь французской академии, историк и политолог. Ее публикация – это даже не просто статья, а некая научная эссе, со взглядом на нашу страну, ее традиции, историю, попытки выстроить взаимоотношения с Западом. Эти оценки показались не очень любопытными, хотя не со всеми, наверное, можно согласиться, но то, что автор проделала большую и добросовестную исследовательскую работу, несомненно. Вот некоторые отрывки из публикации. Постепенно русские стали задаваться вопросом о том, не другая ли у них индивидуальность, которая отличает их от слишком либеральной европейской модели. Это не означало отказать европейской идее, но они стали говорить, у нас собственный путь, анализирует Элен Карер-Данкос. Сегодня россияне используют стратегию сдвига в сторону Азии, чтобы напомнить европейцам, что у них на руках имеются другие геополитические карты. И мы верны, что между Россией и Европой возник новый железный занавес. На самом деле страны россиян – это не столько искушение, сколько азиатский реализм. Они вошли в шанхайскую организацию сотрудничества, находящую под китайской опекой, вступили в партнерство с россиян, и всякий раз они делали стратегический выбор, который не являлся цивилизационным. Но это не сделало из них азиатов. Россияне не чувствуют себя азиатами, утверждает эксперт. Мы недооцениваем, говорит она, усилий россиян, представляющие собой ликвидацию их империи. Мы, французы, потеряли империю, которая возникла сравнительно недавно, и у этой митрополии не было географической протяженности. Россия же потеряла 400-летнюю империю, которая составляла одно целое с Россией. Подобный скорбь, по величию, требует времени на осмысление, комментирует она. Следует помнить о том, что Россия – огромная и невероятно разнородная страна. 17 миллионов квадратных километров и 10 часовых поясов соединить нелегко. Плуралистическая и парламентская республика, вероятно, в этом бы не преуспела. И все же россиянам удалось построить общество, в котором соблюдаются этнические и религиозные разнообразия, гораздо больше, чем об этом было принято думать. В Советском Союзе в свое время сформировалась культура систематической дестабилизации буржуазной демократии. Но сегодня я думаю, что Россия не настолько агрессивна, как об этом говорят. Россияне видели, как американские НПО навязывали свои правила игры в бывших советских республиках, и извлекли из этого уроки. По-видимому, сейчас они пытаются сделать то же самое, хотя получается, это их неловко и неумело, говорит Карар Данкус. Сегодня Россия обеспокоена эволюцией европейского и западного мира. Традиционные ориентиры рушатся повсюду. Я думаю, что на самом деле Россияне интересует вопрос не о том, как дестабилизировать Запад, а о том, как предотвратить заражение, а не приверженных системе традиционных ценностей. Ну и вывод. После трех веков колебаний русские пришли к выводу, что скопировать все невозможно. Подъем Китая показал, что у них есть точки соприкосновения с другими моделями общества, нелиберальными, если хотите. Выбор Петра Первого был чисто европейским. Но после падения Берлинской стилист Солженицын ратовал за то, чтобы не придерживаться идеи Петра Первого и искать независимый путь. Именно это они и делают, констатирует Эллен Карар Данкус. Вот такие оценки. По-моему, над ними стоит подумать. Французская газета «Фигаро» под рубрикой «Демократия по-русски» опубликовала материал «Алена Барлюэ», который называется «Владимир Путин зачисляет казаков в патриотический резерв». Патриотический резерв в кавычках. Там много чего намешано. Ну, главное, конечно, дискредитация действий российской власти. Ну, где казаки, а где демократия. Ну, давайте почитаем. Итак, в августе 18-го года, когда Владимир Путин отправился в австрийский Гранц на свадьбу министра странного дела Австрии Карлинг Нессель, они были вместе с ним, пишет автор. Попаха на голове, кинжал на поясе, патронтаж на груди, кубанские казаки развлекали гостей хоровыми песнями и танцами под довольным взглядом российского лидера. Он явно считает этих воинов лучшим воплощением духа российского патриотизма. Российские власти, отмечает автор, издавна полагаются на эти военизированные группы с гордыми традициями, которые галопом скачут по истории России с 15-го века. Они защищали степи от татарских набегов, были стражами рубежей империи, элитным подразделением царской армии и поборниками ценностей православия. Казакам всегда было свойственно пускать в ход силу. После 1917 года большевики объявили их контрреволюционерами и устроили гонение на них. Возрождение казачества началось только после распада СССР в 1991 году. Ну, тут достаточно посчитать был Михаил Шолохова, Тихий Дон, чтобы понять, что были и красные казаки, и белые казаки. И что значит гонение? А как же едут-едут по Берлину наши казаки? Это 1945 год. Кстати, и про 1814 год, когда мы взяли Париж, а автор тоже скромно умалчивает. Ведь, как известно, это они. Наши казачки дали название французской кафе-то Бистро. От русского быстро. Ну, когда вы быстро пошевеливаются. Мы вернемся, давайте, к современности. Читаем дальше. После участия в аннексии Крыма в 2014 году казаков все теснее связывают с проектом сильной нации Владимира Путина. До украинского кризиса их мало кто принимал всерьез. Но затем официальная позиция изменилась. Их начали рассматривать как резерв в борьбе с потенциальным врагом как внутренним, так и внешним. Ну, охранка-то такая получается по французской градации. Новый этап долгой саги наступил 4 ноября этого года. Был обнародован президентский указ о всероссийском казачьем обществе. Он предусматривает, что атамана всероссийского казачьего общества сроком на 6 лет назначают президента. И этот указ подтвердил признание казаков властью. Приводятся слова назначенного атаманом всероссийского казачьего общества Николая Далуды о том, что основными задачами войска будет координация действий всех казачьих подразделений, а также патриотическое воспитание молодежи, поддержка и сохранение исторической памяти и традиций казачества. Точная численность казаков сейчас в России не ест, напишет француз. До революции их, судя по всему, было порядка 4 миллионов. Николай Далуда привел цифру в полтора миллиона. Военизированные объединения включают в себя 700 тысяч человек. Все, конечно, хорошо, но Фигаро больше всего интересует сохранительную функцию казаков. Это такой запасной спецназ Путина. Они вспоминают, что с 5-го года федеральный закон создает легальные основания для службы казаков в армии и полиции. Они официально участвуют в охране общественного порядка и границ. Во время Олимпиады в Сочи в 2014 году они пустили в ход знаменитой нагайки против демонстрации феминистской пангруппы «Пустираэт». В начале мая 2018 года они отметились во время демонстрации, которую организовал на Пушкинской площади в Москве оппозиционер Навальный. По данным российских СМИ с 2016 по 2018 год, казаки подписали три договора на обеспечение порядка в Москве. Но все-таки французский автор считает, что в столице люди их практически не боятся. Они рассматривают их как костюмированных участников исторической реконструкции. Ну, что ж, пусть будет так. Не надо только реконструировать подавление демонстраций, как это было в начале 20-го века. А демонстрантам надо прекрасно давать себе отчет, что они хотят и на что они могут орваться. Продолжение следует...